так всем привет по 800 ты я собрал вроде все нормально пару дней прошло он все работает правда батарейка уже немного подустала так у меня еще есть два по 800 и хотелось бы проверить их остыня реально я не знаю они уже мне леска нет не знаю 5 этот тоже 5 лет назад покупал кстати шел случайно по радио рынку даже не радио по блошиному рынку видео такой по 800 там вообще гривен за 10 я купил реально там за копейки так собственно проверить попробовать может что-то с них рабочие есть так первый этот синенький голубенький но он двухцветный я тогда собирал такой хотя в интернете пишут что он одного цвета как бы одного заводского вот этого но есть такого тут по более темного это более светлый шведской сборки меня здесь вот посмотреть этот француз остальные французы это раз с ранней серии в общем посмотрим для начала надо попробовать их хотя бы включить батарею ставить у меня есть четыре батареи принципе за почему этот убитый красный покупал ради батарейки кажись потом аланж там стояла она уже подзутая и это времени вот так какого на воду стрессе 5 года ну есть корпус при желании можно элемент заменить то есть как донор донор это собственно по 800 по 900 по 910 и еще на какой-то телефон z1010 в принципе надо 4 батарейки отдельных как минимум так я их пронумеровал ну из этих четырех вот эти две это хлам реально ничего не держит слабо держится первая вторая какая-то более живая это пятого года это четвертого года это тоже четвертого года но сколько они уже нет скоро 20 лет батарейкам будет здесь 750 ампер час родная 200 1260 1260 и это как это на 600 вообще два раза меньше чем оригинал начнем со второй батарейки не знаю заряжена на нет вот эта вибрация есть раньше не загорелся на секунду может и живой как бы признаки жизни подают подают что есть неплохо неплохо он третью батарею это в ноль сделать это 0 7 ну дисплей явно сенсор разбит с него что-то снять не вариант но корпус оригинал крышки нету болтов нету а в этом во втором красненьком тоже нету крышка но я точно помню она была где-то корпус сразу скажу не не оригинальный корпус это видно где крышка я не знаю честно не знаю здесь треснутый сенсор но дисплей целый это большой плюс в интернете до сих пор находил сенсор на него так что заменить вполне реально хотя принципе это резистивный дисплей здесь любой по положи по размеру там четыре контакта откалибрирую и будет все работать только вопрос здесь как бы не стандартный там 208 на 320 он такой 2,9 дюйма а более стандартный 2,8 дюйма 240 на 320 более квадратный этот более такой вытянутый в общем не вариант вот по 900 по 910 попробовать можно подогнать может и подойдет еще но обратно же меня все разбиты ящу точно не смотрел попробуем эту плату запустить так спробуем что здесь что-то не получается о вибрация есть до экранчик бог позовет ждем а сенсор нет не работает трещина все этому хана ну сам дисплей это верю верю так посмотрим по по красному ну корпус не оригинал но в хорошем состоянии может что-то с него сниму на такой себе корпус конечно но как так кинем шлейф то есть экранчик уже у нас есть по плате но плата видно и упаяли вижу здесь коннектор джок дела нету хотя тоже было это все я потерял просто-напросто после разборка положил коробку не то выпало здесь пояна ну и все ладно ну по факту эту плату смысл паять коннектор не хочу восстанавливать у меня прогнозе гениальная идея взять мой рабочий по 800 и поставить сюда экранчик рабочий посмотреть что здесь как бы в этом в этой платье внутри эта информация те самые смс и банально почитать люблю там когда телефон приезжает там германии с англии просто что-то не там иностранцы то пишут буржуи эти разные прикольные смс ну обычно там это суета ничего интересного ну бывает интересно когда-нибудь потом расскажу что это нашел на одной на одной платье и приписки вот наш старичок блин жалко его снова разбирать сейчас по-быстрому разберу он просто разбирается буквально там за считанные секунды за считанные секунды разбирается просто проверить то здесь может что-то интересное важное есть молочу вот наш рабочий экранчик для проверки этой платы сейчас мы соберем посмотрим что там интересного есть так собрал сейчас попытаюсь включить так вибрация был бы рабочий коннектор джок делал я могу хотя бы джок дел поставить но так пришлось мне так выберем режим полета инсорт сим-карт хотя бы мы посмотрим красиво некрасивый ладно короче он весенки не хочет включаться такая была особенность так телефон включился посмотрим такая здесь прошивочка стоит у нас органайзер получается r1 g 05 надо будет записать посмотреть это версия так с интересных 1 смс то есть вам звонил и номер городской и дата двадцать пятая двенадцатая а вот какой фиг его знает ну может и 6 а натуре 2006 год 2006 году им еще пользовались да уж ну на тот момент ему уже было четыре года это еще актуальный смартфон смартфон на уж посмотрим какие-то на звонки были то но 809 значит у нас ну своей памяти здесь то ли 12 мегабайт то ли 16 а если 12 12 мегабайт своей памяти плюс можно флешку вставить сомневая суде что то есть фото видела нету посмотрим интернет захотел ли прошлый владелец 2006 году интернет в общем нет здесь особо ничего интересного нету я не нашел плату а то мы не будем дальше заниматься просто выключаем так сейчас разберем этот телефон посмотрим что здесь интересного то есть даже один шурупик остался блин я помню там все было все шурупы все всегда было на месте 9 дел сколько времени прошло лет пять или шесть блин здесь нету джок-деяло а есть здесь во все на месте динамик джок-деял кнопки все отлично это с этого я все потерял он серьезного разбился даже вторая сторона кстати кратчик походу не оригинальный не смущает это 2007 года пломба сравним с оригиналом хотя похоже хотя похоже сложим плата немного пыли сейчас я немного почистили так вставил вторую плату она запустилась корпус конечно прикольный цвет вот если положить нет мне свое время лет 5 или 6 на было был тоже третий по 800 я подарил своему другу знакомому на день рождения но у него потерял туда самый день и там был все рабочие было не знаю что так получилось но этот шведский корпус с ранних и он ценность имеет получше что кто-то код просил он так и не понял неужели там пароль круто стоит ну включаем enter lock код device lock он заблокированный по ходу покажи фото похоже код подобрать не получится перепрошить его тоже не получится и как нужен бокс а бокс где его найти коробочку эту прошивку в общем эта плата тоже нам не подходит скорее придется перепаивать коннектор я посмотрю он такой сложный коннектор поджог дел попробую перепаять дабы запустили запустить эту плату в работу такие дела в общем сейчас попробую перепаять коннектор паяник сейчас греется может что-то и получится с этого здесь получается по 4 контакта ну я думаю сам коннектор такой огромный по сравнению с современными так что думаю может что и получится с этого в общем я почистил смотрю здесь дорожки вырванные как бы смысла можно попытаться но я не вижу не вижу смысл припаиваться микроскопа нет у меня зрения у меня не очень в общем собираю как есть то и все в общем такая неудачная сборка получилась ну главное у нас есть один рабочий один рабочий девайс у нас есть одного мне в принципе хватит но это как донора запчасти в общем на этом скорее всего все соберу как есть и 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